Всем привет! Я Алексей Макаренков, вы на канале 4Game, и это Игра Stories, в которых мы рассказываем всякое интересное про игры и игровую индустрию. Недавно на канале выходил ролик, где мы немножечко повскрывали трубки HQ, выяснили, чем оно болело и почему умерло. В комментариях было много положительных отзывов, за них вам большое спасибо. Но есть одна особенность, когда вскрываешь уже мертвое тело, оно не орет, не дергается, а внутри сплошной автолис и тухлятина. Поэтому давайте попробуем вскрыть сегодня кого-нибудь живого. Например, сейми любимое издательство Take-Two. Визгов и крови, конечно, будет много, зато внутри есть куча всякого интересного. Сегодня мы попытаемся разобраться, что стоит за недавней информацией о разработке нового Биошока, стоит ли ждать четвертую мафию и какие шансы, что GTA 6 выйдет на ПК одновременно с консолями. Ну а заодно посмотрим, чем вообще живет и дышит Take-Two. Надеваем халат, берем скальпель и погнали! А сейчас небольшая рекламная интеграция. Качественный левел-дизайн — это основа восприятия игроком пространства, игровых механик и геймплея. А значит и основа эмоционального восприятия всей игры. И хороший дизайнер создает не только визуал, он в буквальном смысле формирует игровой опыт и ощущения, которые в итоге испытывают игроки. Курс по левел-дизайну в школе XYZ как раз научит вас, как сделать не только красиво, но и функционально. Как осознанно формировать геймплей уровня с помощью геометрии. И идеального дизайна и каких-то универсальных правил нет, каждый проект и команда находят свой подход. Поэтому преподаватели курса — это специалисты с самым разным опытом. Денис Куандыков, дизайнер уровня Void Interactive, разрабатывает тактический шутер Ready or Not. Плюс он участвует в разработке Frozen Flame. Илья Иванов — environment artist CD Projekt Red. В данный момент он трудится над Cyberpunk 2077. А до этого работал в Trace, Spirosoft и самостоятельно фрилансил над Metro Exodus, Call of Duty Infinite Warfare и Mutant E0. Елена Кондрашина работала в Ice Peak Lodge над Mor 2, а сейчас трудится над Atomic Heart в Mundfish. Сергей Морозов — мапмейкер сообщества CSGO, автор карт Waterfall Residence и Station. У Сергея уникальный опыт по проектированию боевых зон и их балансу. Курс посвящен именно геймдизайну и включает в себя не только лекции и мастер-классы, но и реальную практику по сборке уровней на основе специально разработанного прототипа игры. В процессе обучения вы сделаете свою большую локацию, настроите противников и сможете сами во все это дело поиграть. А главное — получите фидбэк от практикующих левел-дизайнеров. И еще важный момент. После обучения есть шанс устроиться в реальную игровую компанию. Самые талантливые студенты XYZ после обучения уже работают в Spirosoft, в Saber, в MyCom, в Digital Forms и в других студиях. Курс стартует 15 апреля 2020 года, но уже сейчас можно записаться и до 31 января получить скидку в 30%. А по промокоду игросторис вы получите скидку еще 10%. То есть в сумме 40. Ссылка на курс ждет вас в описании к этому ролику. Если спросить у игроков, какое издательство они любят больше всего, ну или хотя бы какое меньше всего ненавидят, то Take-Two займет одно из первых мест. Компания действительно уникальная. С одной стороны, это суперсовременное издательство. Оно первым начало заниматься играми-сервисами. Делает игры эксклюзивами Epic Store. Сейчас половина его доходов — это онлайновые проекты, микроплатежи и продажи дополнений. Но несмотря на все вот это, они каким-то чудом умудряются почти не встревать в большие скандалы. В отличие, скажем, от Беседки или Electronic Arts, которых фанаты за каждый косяк лупят прям по голове. В чем секрет? Да, все довольно просто. Take-Two не ищет возможности как бы обдурить игроков, а просто честно делает свою работу. Например, когда шел скандал с лутбоксами, Take-Two спокойно стояла в стороне и удивлялась, чего вообще такой кипиш. Но не потому, что у нее самой не было лутбоксов. Они были. Просто никто даже не вспомнил, где и какие. Потому что их не впихивали игрокам насильно везде, где только можно. Разумеется, на этом дело не заканчивается. У Take-Two есть еще один секрет, как сохранить хорошую репутацию. Потому что это на самом деле не одна компания, а можно сказать целых три. Самые дорогие и крупные проекты она делает под вывеской Rockstar Games. За спортивные серии и развитие вторичных брендов отвечает 2K. И там же выпускаются игры сторонних студий и иногда довольно крутые, типа Borderlands, а иногда не очень, типа Duke Nukem Forever. И пару лет назад была создана еще одна компания. Это Private Division. Специально для работы с Индией и среднебюджетными проектами. Если помните, то вот на прошлом Gamescom они анонсировали Kerbal Space Program 2. Хотя все три издательства очень разные, общий принцип плюс-минус соблюдается везде. Делать все качественно и не пытаться обдурить игроков. И тут многие наверняка могут вспомнить провал третьей мафии и сказать, ааа, конечно, фирменное качество прямо из всех щелей. Да, тогда они облажались. Но вот ради справедливости стоит отметить, что вышло это, ну, почти случайно. Серию мафии никто сознательно не сливал. Просто у серии еще в 2002 году началась черная полоса невезения. Да так в итоге и не закончилось. И, учитывая недавние слухи о Mafia 4, думаю, стоит рассказать поподробнее, почему серия скатилась на самое дно и почему ее продолжение все-таки стоит ждать. Итак, началось все в 2002 году после феноменального успеха первой части мафии. Тогда разработчики допустили первую ошибку. Отказались от идеи создавать дополнения и начали сразу делать вторую часть. Планов было выше крыши. Хотели сделать нелинейный сюжет с несколькими концовками. У игрока должна была быть возможность вступать в любой мафиозный клан. Были погони, ограбление банков и куча других интересных штук. И, конечно, студия решила сразу выпустить игру на консолях. Напомню, что первая мафия до приставок добралась на год позже ПК. И в итоге вторая часть сменила три движка. Разработка затянулась на 8 лет. А из команды ушли все ключевые сотрудники. Включая всем вам прекрасно известного сценариста и руководителя Дэниля Вавру. А сама студия чуть не обанкротилась и была куплена Take-Two, которая потребовала прекратить мать со фигней и выпускать, что есть. Так что вот если вам показалось, что Мафия 2 вышла вот какой-то незаконченной, а концовка вообще слита, то нет, вам не показалось. По сути, тогда вышла не целая игра, а лишь ее половина. После этого авторы решили начать все сначала и сделать уже нормальную Мафия 3. Но в итоге издатель на все это дело посмотрел и передал проект новой студии Hangar 13, которая была собрана из бывших сотрудников LucasArts и разработчиков Bioshock 2. И главой новой студии стал такой энергичный и пробивной товарищ Хейден Блэкман. И американцы во главе с Блэкманом предложили, а давайте сделаем главным героем Чернокожего и пусть действие происходит в американской глубинке времен 60-х. Чехи такие, да вы с ума сошли, это же бред, Мафия вообще не про это. Американцы такие, без паники, мы профессионалы, мы точно знаем, что делать. Добавим еще сауну с геями и будет точно шедевр. И, как вы прекрасно знаете, никакого шедевра в итоге не получилось. Правда, винить в этом только лишь американскую команду тоже нельзя. Во-первых, принимать работу от чехов было очень тяжело. Движок Мафия 2 был сложным, да еще и все комментарии к нему были на чешском. Плюс руководство Take-Two давило и требовало сделать целый огромный город, как в GTA, захват территории и другие фишки. Хотя студия хотела сделать просто крутой сюжетный экшен. В итоге город сделали, но он оказался пустым и безжизненным. А захват территории вылились в скучный гринд. Создать вот в таких вот условиях шедевр довольно сложно. И удивительно, что вообще что-то выпустили. Но Мафия 3 вышла и даже стала успешной. Продажи были на уровне 5 миллионов копий. Это, если что, примерно как у Думы 2016 года. То есть серия вообще ни разу не мертва. И сам бренд жив, и главное, жива его идея. Ведь это, по сути, та же самая GTA, только более взрослая и серьезная. С большим упором на сюжет и атмосферу. Неудивительно, что издательство решило с новыми силами взяться за оживление серии. По слухам, анонс будет уже в ближайшие месяцы. Если верить утечкам, действие будет происходить в Лас-Вегасе 70-х годов. Сюжет продолжит историю второй части, и там даже появится вид Скалетта. Сделано все будет в духе фильма Скорсезе. Казино, славные парни и все-все вот это. Сюжет будет развиваться на протяжении целых 10 лет. И расскажет историю простого итальянского парня, ставшего бандитом. В этом плане, кстати, игра очень напоминает первую часть. Также разработчики решили реализовать некоторые старые идеи, типа возможности возглавить криминальную империю. В общем, если слухи не врут, разработчики решили забыть провал Мафия 3. И вернуть серию к корням. Вдобавок говорят, что планируют выпустить ремастер Мафия 2, благо сделана она на том же движке. Если так, то возможно это вообще будет не Мафия 4, а по сути завершение второй Мафии, которую не успели сделать в 2010. А то и вовсе та самая Мафия 2, какой ее хотели сделать давным-давно, еще 15 лет назад. Игру создает новая студия. Кто точно неизвестно, но возможно Take-Two снова вернула в строй чешскую команду. А разработчиков Мафия 3 и Зангар 13 перевели в еще одну новую студию в городе Новато. И там они занимаются разработкой нового Биошока. Рассказали, конечно, немного, однако вот на протяжении последних месяцев непроверенной информации об игре накапливалось все больше и больше. И то, что игра действительно подтверждена, сильно повысила достоверность предыдущих слухов. Давайте вспомним, что было в сливах. Первое. Новый Биошок может стать игрой-сервисом. Звучит это логично, потому что именно Take-Two начала бум популярности игр-сервисов. Создала сначала RDR Online, а потом GTA Online. Если Take-Two не изменит своим традициям, нас ждет полноценная игра с сюжетной кампанией. Просто после ее завершения можно будет продолжить играть. Выполнять кресты, качаться, убивать, воровать, в общем, все что угодно. Наверняка сейчас вот кто-то вздохнет и скажет, ну вот еще какой-то один Fallout 76. Нет, тут на самом деле совершенно другой случай, потому что что сделала беседка? Она решила, а давайте выпустим мультиплеер Fallout в виде игры-сервиса и посмотрим, что будет. Зато Take-Two подошла к разработке игры очень серьезно. Она понимала, что для игры-сервиса нужен очень крутой геймплей, чтобы игроки хотели проводить в игре сотни часов даже после завершения сюжета. Поэтому прежде чем начать разработку, она целых 4 года потратила на создание вот этого самого геймплейного ядра. В 2015 году этим занималась студия Satan Affinity, которая помогала делать игры серии Halo и Call of Duty. Но в 2017 году Take-Two создала собственную студию Cloud Chamber, которая продолжила поиски. И там в условиях строжайшей секретности работало всего несколько человек. И только когда издательство убедилось, что они придумали интересный геймплей, создали надежную основу для игры, вот только тогда они запустили проект в полномасштабную разработку. Что в итоге получится сказать, конечно, пока сложно, но уже точно не история с WoW, чем и Anthem. Состав новой студии так прям внушает уважение. Хедена Блэкман, отвечающего за третью мафию, в ней нет, так что можно выдохнуть. Главой студии стала Келли Гилмор, 20 лет работающая в Фераксис. Творческим директором назначили Хогарта де Лапланте, ведущего дизайнера первого Биошок и художественного директора Биошок 2. А в этом проекте художественным директором стал Скотт Синклер. Он в этой должности работал над Биошок и Биошок Инфинит. И кто-то может спросить, а что же Кен Левин? Ну вот он в разработке почти точно не участвует. Но, возможно, это не такая уж большая трагедия. По крайней мере, по мнению издателя. Президент Take-Two Карл Слатов недавно говорил, что искать новые таланты все сложнее. Но звезды типа братьев Хаузеров или того же Кена Левина, да, важны, но найти им замену вполне себе возможно. Куда важнее иметь в проекте хотя бы десяток-полтора крутых творческих руководителей второго звена, на плечи которых ложится весь основной груз. Именно они объединяют вокруг себя команду и ставят перед ней основную цель. И таких искать тоже трудно, но тут помогает покупка студий. Вместе с ними они получают как раз и опытное руководство. Ну а если вам все-таки интересна судьба Кена Левина, да, он решил уйти из Take-Two, отказался работать в большой индустрии и основал маленькую студию. А потом передумал уходить и вместе с своей маленькой студией снова работает в Take-Two. Вроде бы делает какой-то шутан на движке Unreal Engine 4. Так что вполне возможно, что он и новой команде, работающей над BioShock, тоже поможет. Итак, новый BioShock дело решенное. Да и насчет новой мафии сомнений тоже особых нет. Гендиректор Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что они готовят продолжение своих крупных игровых серий. И что у них сейчас в работе самая мощная в истории издательства линейка игр. А еще Зельник заявил, что их категорически не устраивает то, что в погоне за качеством они стали выпускать гораздо меньше игр, чем раньше. И сейчас они пытаются эту проблему исправить. Только не в ущерб качеству, а за счет набора новых людей и создания новых студий. Еще в 2016 году в компании работало 2900 сотрудников. А сейчас уже более 5000. Плюс компания активно осваивает новые технологии, которые ускоряют работу. О некоторых из них я уже рассказывал в серии видео про новые технологии, если хотите посмотреть. В 2012 году Зельник ругал конкурентов, мол, выпускать новые игры серии каждый год это халтура. Если это только не какой-нибудь там футбольный симулятор. И сейчас он говорит, что в целом его позиция не изменилась. Но ему хотелось бы, чтобы компания в целом хотя бы один блокбастер в год все же выпускала. И чтобы новые игры серии делались не по 8 лет, а немножечко быстрее. Но вот их главный проект, серия GTA, на этот раз даже в 8-летний срок может не уложиться. С момента выхода пятой части прошло уже 6 лет. И по слухам шестая часть выйдет в лучшем случае в 2021-2022 году. И чем она будет, есть масса предположений. Может быть перенесут место действия в Лондон. Или объединят на одной карте все города из прошлых игр, начиная с третьей части. Но тут ни точной информации, ни даже слухов, которые заслуживают хоть какого-то доверия, пока нет. Поэтому давайте лучше ответим на интригующий вопрос, выйдет ли GTA 6 на ПК. И если выйдет, то когда? Еще год назад фанаты вот исключительно консолей от такого вопроса начали бы, наверное, только ухмыляться. Но сейчас ситуация изменилась. На ПК вышла RDR 2, анонсирован выход Death Stranding, ходят слухи о Horizon Zero Dawn. Уже вышли игры Quantic Dream, Johnny, серия Halo, Якудза. Почему так происходит? По словам Зельника, все очень просто. Лет 10 назад ПК-версии игр могли принести лишь 1-2% дохода. Это прям Зельник напрямую говорит. А сейчас, с его же слов, уже 40-50%. И такая ситуация не только у Take-Two. Но подробнее этот вопрос мы разберем, скорее всего, в видео с итогами 2019 года. А пока скажу лишь, что вопроса выйдет ли GTA 6 на ПК нет вообще. Правда, его и раньше не было, но теперь уже правильнее спрашивать, случится ли релиз одновременно с консолями. Учитывая рост важности платформы, очень может быть, что GTA 6 выйдет одновременно на всех платформах. Да, Sony и Microsoft готовы много заплатить за временную эксклюзивность, но не факт, что у них хватит денег. Потому что чем дальше, тем дороже и дороже будет стоить право обидеть ПК-бояр, который становится очень серьезной частью аудитории. Причем он все более и более платящий. В целом, вот если следить за разными интервью Зельника, то прям заметно, что он очень недоволен консолями и тем, что там приходится платить по 30% с выручки. В то же время он впечатлен новым поколением приставок и даже заявил, что скоро некоторые игры смогут наконец достичь фотореализма. И что важнее, бюджеты при этом не увеличатся, все сделают новые инструменты и технологии. В этом плане новые консоли могут прям совершить мини-революцию. По словам Зельника, раньше смена поколения была настоящим стрессом для разработчиков, и каждый раз кто-нибудь не выдерживал и банкротился. А на этот раз вроде бы всех пронесет. Это произошло потому, что консоли окончательно превратились в те же самые ПК, и делать для них игры стало куда проще. От этого выигрывают вообще все, но Take-Two может выиграть больше других. Конкуренты любят делать халтуру, тратят на разработку игры 2-3 года, поэтому для них эти проблемы были не так остры. А вот для Take-Two с ее супер-бюджетами и супер-долгой разработкой это очень важно. Не будет больше вот таких драм, как во времена Мафия 2. Разработчики могут больше не думать о новых движках, о новом железе, о том, где взять деньги на новый супер-графон. А могут просто делать хорошие игры. Давайте подводить итоги. Со стороны может показаться, что Take-Two это такая компания, которая там спит в своей берлоге, иногда просыпается и выпускает GTA. Но это не так. Take-Two всеми силами пытается выпускать больше игр, и последние года три огромными темпами набирает новых людей. Очень скоро стоит ждать от них масса крутых анонсов. И не только тех, о которых я сегодня рассказывал. Есть у издателя и другие сюрпризы. Например, Firaxis тоже делает игру. Какую неизвестно, но это точно не XCOM и не цивилизация. Об этом сказал сам президент Take-Two, Дэвид Исмаилер. Вообще, анонсов от них ждали еще на прошлой E3. Думаю, что там будет полноценная презентация Xbox. Но тогда Microsoft всех прокатила. Но в наступающем году без анонсов от Take-Two точно не обойдется. И теперь вы знаете, чего можно от них ожидать. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Например, какие еще игры от Take-Two вы хотели бы увидеть. Или, скажем, есть ли шансы в GTA 7 стать эксклюзивом ПК. А еще ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал с оповещением. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok